Дружба в Японии В основном просто интересом к иностранцам И если вы новенький иностранец в районе или в школе или еще где-то То японцы захотят пообщаться с вами, поузнать как-то побольше о вас И многие иностранцы думают, что это как в Европе, как в России Или еще где-то, что так же можно завести друзей в Японии Но хочу вас разочаровать, что понятие дружбы в Японии совсем другое Это больше похоже на партнерство Потому что нет такого отношения к людям, как у нас, теплых достаточно открыт Потому что японцы сами по себе очень замкнутый народ Они закрытые, тем более для иностранцев Но для тех людей, кто вот с ними давно в школе там учатся или еще где-то То есть как бы такие доверия у них там, можно сказать, 100% Не будет, но где-то 90% есть доверия к ним Остальные 10% они все равно вам ничего это не скажут, не расскажут Но народ очень закрытый Как происходит отношение дружеские среди японцев То есть японцы с японцами Опять же, хочу сделать поправку На данный момент речь идет про японцев, которые ни разу не ездили за границу Которые проживают все время в Японии И не общались особо с иностранцами И ну как бы вот у них до сих пор склад ума вот такой японский чисто Японцы между собой общаются, но как знакомые Даже вот друзья, вот если они уже дружат давно со школы Они в основном как знакомые друг к другу относятся То есть в чем это проявляется Ну могут сходить с вами, например, вот Они могут сходить друг с другом куда-нибудь в кино, покушать Там, ну в горы может быть съездить Но вот если японец попросит другого японца Помочь ему, например, там с ремонтом мопеда Или там автомобиля Где-то там в гараже Там прийти, там пивка попить Помочь с ремонтом Как у нас это обычно бывает Ну такое вряд ли будет в Японии И они считают, что ну как бы Люди должны сами заниматься своими делами И ни у кого помощи не просить Ну такой народ, то есть Они не привыкли к коллективному Скажем так Коллективной помощи К помощи от друзей, от знакомых То есть если они считают, что вот Он все может сделать сам То естественно и он считает, что все остальные Так же могут это все сделать У них такой, ну как бы склад ума И с этим ничего не поделать Поэтому отношения японцев В плане дружбы Это больше как вот именно знакомые То есть знакомые там Или партнеры То есть они могут с ними погулять Могут с ними куда-нибудь Как я уже говорил съездить там В путешествии Если у вас есть общие интересы Там хобби или еще что-то То есть да, они будут с вами общаться Все как бы на это хобби приходить Ну так, чтобы вот поговорить по душам Там или помочь что-то там А уж тем более занять что-нибудь денег Там, если кому-то что-то надо Навряд ли То есть И мало того Я могу даже сказать, что даже если они И занимают, ну например вот на обед Идем там, да, и кому-то не хватило Чуть-чуть там что-то денег Обычно практически сразу отдают эти деньги Буквально вот после обеда Там пришли из кошелька Достали, отдали Или там пошли, сняли там Из банкомата и отдали То есть вот в таком плане А так, чтобы кому-то помочь Там купить машину или квартиру Или там, ну Выступить поручителем Да даже вот для японцев Японцы для японцев Иногда не выступают поручителями Даже вот для тех Друзей, с которыми они там со школы уже давно Но некоторые есть исключения Некоторые есть исключения Но в основном вот так То есть воспитание совсем другое Теперь объясню немного про Дружбу с иностранцами То есть с иностранцами То есть, ну как я уже говорил Понятие дружбы Здесь как таково и другое Менталитет другой Люди другие И не нужно от японцев требовать Такой же, скажем так Открытости и доброты И теплоты Вы никогда их не сделаете Такими же, как вы Или там такими же, как ваши друзья В вашей стране Они не поменяются И тем более Не стоит им доверять на 100% Вот так могу сказать Я очень много случаев слышал Вот за все время Сколько я здесь живу Бывает такое, что Ну то есть они очень правильные То есть многие японцы Они достаточно хорошо То есть как бы Заботятся о соблюдении правил На многие из них И поэтому Если вы, например, дружите Ну если вы дружите И вы, например, там Что-то сделали плохое То японец может просто Как бы рассказать Это другим японцам Или еще кому-то там Но также в полицию заявить И для него это нормально Совершенно Он не считает это ничего зазорным То есть Как бы такие вот бывают ситуации А люди думают Что ну вот, да Он как бы с ним То есть они ему доверяют То есть все И он никому не расскажет А тут нет Как бы Ну воспитание совсем другое Так Это что касается японцев Которые не ездили за границу Которые Более Ну скажем так Живут в Японии Они интересуются иностранцами Они как бы, да Встречаются с вами Но Как я уже говорил Только из любопытства Только вот для того Чтобы узнать там Или потренировать английский Или еще что-то То есть у них какие-то тоже Свои цели преследуются Как только Они о вас узнают То что им надо То есть они Могут Можно сказать Что они прекращают С вами Ну какие-либо контакты Начинаются там Отмазки И все такое То есть там Да занят Там еще что-то То есть Ну ерунда Теперь Про японцев Которые выезжали За границу Которые Японцы Которые выезжали За границу Хотя бы раз Или два В англоговорящие страны Или в Европу Или еще куда-то У них Совершенно меняется Склад ума У них Совершенно меняется Представление О некоторых вещах В том числе И дружбе И знакомство У них более Скажем так Открытые В отличие от Обычных японцев В чем это проявляется Ну во-первых Как это вот Называется Open Mind То есть у них Появляются Другие Альтернативные Варианты Скажем так Решения Некоторых проблем Не так как у японцев Потому что в Японии Все привыкли действовать По шаблонам По Определенным Как сказать Мануалам По инструкции То есть А те кто Выезжает за границу То есть Они находят Какие-то новые Способы Новые Способы решения Проблем Новые Способы Общения И Они более Предрасположены Уже к иностранцам Уже знают Как иностранцы Мысли знают Как иностранцы Дружат И общаются То есть И они Готовы Уже с вами Ну как бы Более открыто Общаться Ежели те японцы Которые не выезжали За пределы Японии Вот с такими Японцами Уже Намного Проще Общаться И заводить Знакомство Какую-либо Дружбу И вот такие Японцы Уже могут Как бы И вам и помочь Где-то там В каких-то делах Там если вам Нужна помощь Там И вручителем Выступить И Пообщаться Куда-нибудь Съездить Там тоже Скажем так Какое-то Дело Какое-то Сделать То есть И можно На них Вот можно Положиться Например Ну вот Вы переезжаете Да К примеру И У вас Нет денег Там на Как это Машину Да Там для Переезда А у вас Кто-то из Японцев Там Ум И И Может Там Взять В аренду Машины Помочь Вам С переездом Вот Те Кто ездили За границу То они Вам Помогут А японцы Которые Живут Здесь Только В Японии Никуда Не ездили Кроме Кроме По Японским Городам Скорее Сего Вам Откажут Потому Что Они Считают Что Ну Как бы По Японски Как бы Мыслят И По Японским Скажем Системе Мышления Что Они Считают Что Вы Сами Это Все Должны Делать Без Какой Либо Помощи И Даже Я Скажу Даже Больше То Что Даже Соседи Даже Соседи Которые Живут В Соседнем В Доме В Соседней Квартире Между Собой Не Общаются Практически Вот Там Две Квартиры Да Вот Например У меня Тоже Там Две Квартиры Рядом Находятся Там Японцы Чисто И там Семья Японцев И там Семья Японцев Ничего Никто Между Собой Не Общается Только Здрасте До Свидания То Когда Выходит Из Квартир То Что Там У кого Как Там Вообще Никто Не Знает То Это Не Так Как У Нас Например Если Сравнивать Россией То У У Грубо говоря Весь Подъезд Все Друг Друг Знают Где Кто Живет Кто Там У Кого Какие Там Дети Там Кто Кто Там У Кого Какая Машина Кто Куда Ездит Там На Дач Или Отдыхать То Все Друг О Друга Знают Ну Хотя Бы Вот Я Не Говорю Про Большие Города Там Где Токио Или Еще Что Там Или Москва Там Где Небоскрыбы Там Стоят По Сколько По Пятьдесят Этажей И Там Конечно Там Сложно О Всех Друг Знать Но Примерно Вот Если Ну Там Как У меня В городе Там Пятиэтажки Там Девятиэтажки То Ну Примерно Да Вот Так Получается Ну Хотя Бо Даже Ну Ладно Не Будем Говорить Про Подъезд Но На Лестничной Клетке Вот Сколько Квартир Там Четыре Шесть Там Все Все Друг О Друге Знают Общение С Японцами В том Числе С Теми Кто Не Ездил За Границу Если Вы Хорошо Не Знаете Никогда Не Открывайтесь Им Полностью Никогда Не Говорите Им Что 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 Вы Сделали Незаконного К примеру Как Вы Многие Знаете Что В Японии Запрещены Торренты И Японцы Они Привыкли Все Покупать В Магазинах Пошли В Этот Купили Или В Интернете Где-то Купили В Интернет Магазине И Если Какой-то Европеец Говорит Что Он Скачивает Новый Фильм С Торрента И Он Сказал Это Японцу Которого Законопослушные То Этот Японец Может На него Просто В полицию Заявить И Сказать Что Вот Он Сам Сказал Что Он Качает То Есть И Для Них Это Нормально То Есть Они Считают Что В Порядке Вещей Вот Так Сказать Гражданскую Позицию Указывает В общем Японцы Которые Не ездили За границу Они Очень Закрытые И Очень Менительные То есть Старайтесь С ними Не Откровенничать Старайтесь Не Открываться Им Полностью И Мало Того То есть Старайтесь Как бы С опаской Относить Относиться К тому Что Они Там Ну Как бы Вам Предлагают Потому Что Вы Их Не Знаете Они Вас Не Знают То Есть Многие Японцы Хотят Сделать Из Иностранцев Японцев Многие И Ну Это Большая Часть Можно Сказать То Ну Вот Сами Меняться Они Не Хотят То Поэтому Люди Которые Приехали В Японию Учиться Там Культуру Изучать Там Аниме Манго Там Фильмы Культура Японская Там Самурая И Вот Такие Люди Они Стараются Как бы Влиться В Общество Влиться В Компанию Японскую Например Там В Какой-то Коллектив Японский Хотят Влиться И Быть Там Своим Могу Вам Сразу Сказать Не Занимайтесь Этой Ерундой Никогда Вы Не Будете Своим Ни В Одной Японской Компании И Ни В Одной Японском Обществе Среди Там Друзей Даже Если Они Вам Очень Близки Эти Японские Друзья Никто Не Будет Так Же Близок Вам Как В В Вашей Стране Друзья И Многие Многие В частности Русские Там Или Из СНГ С Европы Вот Я знаю Многих Людей Они Разочарованы В Этом И Многие Уезжают Назад В Свою Интегрироваться В Японское Общество То есть Как бы Влиться И Стать Своим Для Них Такая Тема Значит Лучше Лучше Оставаться Собой Лучше Оставаться Собой Пытаться Скажем Так Понять Что Они От Вас Хотят Там Как Сделать Отношения С ними Такое Же Как Они С вами То есть Более Так Скажем Чуть Отдаленное То есть Как Знакомое И Вот В таком Скажем Обществе В таком Ключе Достаточно Хорошо Существовать В Японском Обществе Но Если Вы Будете Пытаться Сблизиться С ними И Навязывать Им Свою Культуру Дружбы И Взаимоотношений Скорее Всего Вас Ждет Разочарование Поэтому Старайтесь Избегать Этого Постарайтесь Сделать Как Б И Себе Приятнее Чтобы Ну Никаких Там Ложных Надежд Себе Не Делайте И Не Рассчитывайте На Какие-то Дополнительные Скажем Так Привилегии К вам От Японцев Потому Что У них Другой Менталитет Другие Порядки Другой Склад Ума И Такими Европейцами И Русскими Они Не Будут Как Я Как Я Говорил До Этого Япония Это Другой Мир Здесь Все По Другому Соответственно И Менталитет И Общение И Дружба Все По Другому Ну Ну В Принципе Все Вот И Все Что Я Хотел Сегодня Рассказать Если У вас Остались Какие-либо Вопросы Задавайте В Комментариях На С вами Был Дэн Да Не Забывайте Делиться Этим Видео С Друзьями И Нажимайте На Колокольчик Чтобы Не Пропустить Новое Видео О Японии С В В В Был Дэн До Новых Встреч Пока Продолжение следует